Добрый день, уважаемые зрители! С вами доктор Константин. Сегодня тема молитвы. Верука следующая. Меридиан толстого кишечника проходит по верхним конечностям. Внимательно смотрите, что он контролирует и как простирается по нашему телу. И уже логично можно сделать выводы, что точка G5DNC всегда используется точкой, которая активизирует наши с вами верхние конечности, либо руки, либо пробуждает. Когда можно использовать данную точку? Ну, во-первых, при всех заболеваниях верхних конечностей. Вот и все. Это самый первый важный, скажем так, аспект. Второе. У человека частенько слабеют руки. Он их что? Немножко переработал и чувствует слабость, вялость, уставшие руки. Можно работать с данной точкой G5DNC? Да, можно. Особенно не на ночь, а утречком вы проснулись, когда и организм ваш отдохнул, и он расслабился после трудного дня, и вы чувствуете, что руки слабые. И вот вы проснулись, лучше всего активизировать данную точку с пробуждением. С пробуждением придет и новая энергетика, и по-новому, что вольется в ваши верхние конечности. При травмах всеразличных верхних конечностей можно работать с данной точкой G5NC. Всегда нужно использовать данную точку при, не дай бог, переломе верхних конечностей. Это и детский возраст, и преклонный возраст, это все возраста. Также боли в суставах рук, здесь у нас лучший запястный сустав, здесь у нас локтевой сустав, плечевой сустав. Пожалуйста, верхние конечности можно использовать данную точку G5NC. Ну и, конечно, при всех кожных заболеваниях, высыпаниях, раздражениях и так далее, и тому подобное, можно что работать с точкой G5NC, которая что активизирует верхние конечности. Ну, конечно, диагностика 12 меридианов необходима для чего? Для того, чтобы убедиться, в каком же состоянии медиан толстого кишечника, выполняет ли он свою функцию. Если не выполняет, из-за этого страдают верхние конечности, в них всегда проявляется слабость, вялость, они всегда болят, плечи ломят, суставы ломят, тогда, пожалуйста, точку G5NC активизируйте, что смело. Она что приведет руки, либо верхние ваши конечности в норму. Спасибо за внимание.